Друзья, всем привет! Всех поздравляю с наступающим праздником, особенно девочек, и сегодня покажу вам 5 классных праздничных рецептов. Мы будем готовить шампиньоны в духовке, классический весенний салат мимоза, салат капреза в моей интерпретации в виде весеннего веночка, популярную любимую пирожную картошку и очень простые канапешки. А начнем давайте с пирожной картошки. Все, я думаю, ели его в детстве и, наверное, каждая вторая готовила его дома. Я буду делать его из печенья. Берем самое обычное песочное печенье, у меня было юбилейное, и теперь нам нужно из него сделать крошку. Я обычно пользуюсь блендером, но вы можете воспользоваться скалкой или просто раскрошить печенье в крошку руками погружным блендером, таким блендером, как у меня, с помощью мясорубки, в общем, так, как вам удобно. Вот такая крошка у нас должна получиться, и в блендере это делается буквально за 30 секунд. Теперь пересыпаем эту крошку в глубокое блюдо и добавляем сливочное масло комнатной температуры. Масло нужно достать из холодильника заранее и дать ему прогреться на кухне на столе примерно 1 час. Дальше добавляем какао и сгущенное молоко. Точное количество ингредиентов по вашим просьбам я напишу в комментариях, прям текстом, потому что ссылочки почему-то работают не у всех. Теперь буду дублировать количество ингредиентов прям так, как они должны быть написаны. Поэтому заходите, пожалуйста, в комментарии, находите нужный рецепт и готовьте с удовольствием. Далее мы добавили какао и сгущенку, и теперь нам нужно все это дело вымесить до однородной массы. Это можно делать с помощью ложки, руками или также с помощью блендера. В общем, поступайте так, как вам больше нравится и как вам удобнее. Главное, нам нужно получить однородную консистенцию. Теперь приступаем к формированию пирожных. Снова берем какао, насыпаем его в небольшую тарелочку или мисочку. В какао мы будем обваливать нашу готовую картошку. Берем картошку из миски, отщипываем прям рукой, скатываем из нее шарик или классическую картошку продолговатой формы, как вам больше нравится, и обваливаем в какао. Мне, если честно, больше нравится пирожная картошка, круглая форма, мне кажется, так выглядит эстетичнее, и их удобнее намного есть. Но это только мои личные предпочтения. Если вам нравится классическая форма пирожных, делайте, пожалуйста, так, как вам удобно. Готовую картошечку выкладываем на тарелку. И убираем в холодильник хотя бы на час. Она должна настояться в холоде, и тогда она примет нужную форму и нужную консистенцию. Можно ее оставить там и на ночь. Эта картошка очень вкусная, мне кажется, даже вкуснее той, что я ела в детстве. Ну, точно не хуже. Обязательно попробуйте приготовить пирожное картошку по этому рецепту, вам точно понравится. И по просьбам из комментариев показываю, как пирожное выглядит в разрезе. Посмотрите. Всем сладкоежкам приятного аппетита! Мы переходим ко второму рецепту. Будем готовить праздничную закуску из канапе. Точнее, праздничную закуску канапе из слоеного теста. Рабочую поверхность слегка присыпаем мукой. Выкладываем на нее слоеное тесто и немножко его раскатываем скалкой в одном направлении. Это важно. Обратите, пожалуйста, внимание. Теперь из слоеного теста вырезаем кружочки. Я это делала с помощью обычной рюмки. Чтобы тесто не липло к рюмке, ее нужно тоже немножко присыпать мукой. Складываем кружочки на противень и выпекаем в духовке примерно 10 минут при 180 градусах. Тесто поднимется, и наши булочки получатся очень классными. А мы пока приготовим начинку для канапе. Сначала возьмем грушу, очистим ее от кожуры и нарежем на такие небольшие кусочки. Далее нам понадобится красный сладкий перец. Из него нужно вынуть серединку. Делайте так, как умеете, как вам удобно. И перец тоже режем на небольшие кусочки. И то же самое делаем с красной соленой рыбкой. Только не забудьте, пожалуйста, из рыбки удалить все кости. Ну и теперь берем наши булочки и начинаем собирать канапе. У нас будет несколько вариантов. На первую шпажку мы накалываем булочку, красную соленую рыбку и немножко творожного сыра или сыра рикотту. Для вторых канапешек берем булочку, кусочек салями и кусочек красного сладкого перца. Для третьего варианта берем адыгейский сыр, грушу и ягодку винограда. Булочки в этом варианте нет. Хотя, в принципе, всю эту конструкцию можно разместить и на булочку. Почему нет? Вообще, вы здесь можете экспериментировать так, как вам удобно. И четвертый вариант – булочка с салями и виноградинка. В общем, канапе – это универсальная закуска, которую можно приготовить вообще абсолютно из всего, что есть у вас в холодильнике. И она, мне кажется, отлично подойдет на 8 марта. И теперь готовим очень вкусный и необычный салат капреза. Нам понадобится сыр моцарелла, помидорки черри и соус песто. Соус можно купить готовый или сделать самим. А еще возьмем бальзамический соус и свежий зеленый базилик. Этот рецепт невероятно красивый. Мне кажется, что он тоже классно будет смотреться на праздничном столе на 8 марта. Хотя его можно готовить и на Новый год, и на весенние праздники в том числе. Берем круглое блюдо с плоским дном и выкладываем наши помидорки. Соус песто сразу переложите в какую-нибудь маленькую мисочку и поставьте в центр тарелочки. И это, кстати, больше даже не салат, а какая-то овощная нарезка с сыром. Поэтому помидорочек можно будет накалывать вилкой и окунать в этот соус. Это очень удобно и необычно. Теперь берем шарики моцареллы. У меня была моцарелла мини. И раскладываем сверху помидорок. На Новый год я писала в титрах, что это елочные шары. Но сейчас можно подумать, что это остатки снега, который еще не растаял в марте. Теперь берем свежие ароматные листочки базилика, желательно зеленого. Хотя красный тоже можно использовать, но зеленый просто будет смотреться красивее. И раскладываем его на наши нарезочки в хаотичном порядке, так чтобы было красиво и эстетично. И теперь последний штрих. Добавляем несколько капель бальзамического соуса, если он у вас, конечно, есть. Если соуса нет, то можно полить нарезку небольшим количеством оливкового масла. Посмотрите, какая красота у нас получается. Это просто супер салат для праздничного стола, вообще абсолютно на любой праздник. А мы переходим к следующему рецепту. Это тоже очень-очень классный салат, всем известный мимоза. Только мы будем готовить ее без консервов, а с жареной горбушей. Берем филе горбуши, немного его солим и обжариваем с двух сторон в небольшом количестве растительного масла. Готовую горбушу выкладываем на тарелочку и даем ей немножко остыть. Дальше нам понадобятся овощи, запеченный картофель и морковь. Вы наверняка знаете, что овощи для салатов я вообще никогда не варю и практически не готовлю на пару. Я всегда запекаю их в духовке. Овощи нужно натереть на крупной терке. Как запечь овощи в духовке? Берем овощи, хорошо их моем, очищаем от кожуры, заворачиваем в фольгу и готовим в духовке при 180 градусах до мягкости. У каждого овоща свое время приготовления, которое зависит от его размера и от вида. Ну, например, картофель у меня готовится достаточно быстро, свекла запекаются, конечно же, подольше. Итак, запеченные овощи на терке мы натерли, теперь берем свежий зеленый лук и мелко его рубим. То же самое проделываем зеленью укропа. Кстати, аромат свежей зелени в марте – это просто что-то невероятное. Я уже очень-очень сильно жду лета, чтобы есть тоннами свежую зелень. Дальше нам понадобятся вареные яйца. Нам нужно разрезать их пополам и отделить белки от желтков. Желток разминаем вилочкой, а белок натираем на крупной терке. И финальный ингредиент – это зеленое яблоко. Яблоко нужно очистить от кожуры и тоже натереть на крупной терке. Знаю, что многие не пробовали никогда в жизни мимозу с яблоком, но это нужно лишь приготовить, и вы поймете, насколько это вкусно. Кстати, чтобы яблоко не потемнело, пока мы будем собирать салат, его нужно сбрызнуть прям небольшим количеством лимонного сока. Тем временем наша рыбка остыла. Мы вынимаем из нее кости и мелко-мелко рубим. Теперь берем салатник и начинаем выкладывать наш салат слоями. Первым слоем выкладываем картофель, немного его солим и смазываем майонезом. Затем на картофель выкладываем рыбу, тоже немножечко ее солим, если вам кажется, что она еще недосоленая после жарки, и тоже смазываем майонезом. Рыбу посыпаем большим количеством зелени, у нас ее достаточно много. Зелень майонезом не смазываем, а сразу выкладываем морковку. Вот морковь опять немножко солим, если хотите, смазываем майонезом. Далее слои можно повторять до тех пор, пока у вас не кончатся ингредиенты или не закончится салатник. Но главное, верхним слоем обязательно выложить белки и желтки. Каждый слой мимозы нужно обильно смазывать майонезом. Майонез, конечно же, лучше брать домашний, собственного приготовления рецептов. На канале у меня уже очень много, даже не один. Есть рецепты майонеза в блендере, есть рецепты майонеза в миксере, есть даже постные рецепты, где для приготовления соуса вообще не нужны яйца. Обязательно посмотрите на канале. Да, и чуть не забыла сказать, что финальным слоем, перед тем, как мы выложим яйца, нам обязательно нужно положить зеленое натертое яблочко. Яблоко тоже смазываем майонезом, и затем уже сверху посыпаем белками и желтками. Салатик украшаем по своему усмотрению. Можно из желтков соорудить цветочки, можно просто вот так вот красиво разложить веточки свежего укропа. Накрываем салат пленкой, убираем в холодильник и даем ему настояться хотя бы 4 часа. Это, правда, самая вкусная мимоза, которую я когда-либо ела. А мы переходим к следующему рецепту. Будем готовить вкусные фаршированные шампиньоны в духовке. Берем шампиньоны, хорошенько их моем и отделяем шляпки от ножки. Скажу сразу, что для этого рецепта можно использовать вообще абсолютно любую начинку. Посмотрите, что у вас залежалось в холодильнике. Можно взять сосиски, колбасу, какой-то сыр, какую-то сметану. В общем, в ход пойдет все. Рецепт как раз создан для этого. А я сейчас покажу вам свой вариант. Он не очень калорийный и, мне кажется, достаточно вкусный. Берем чеснок, один или два зубчика и мелко его рубим. Затем берем ветчину. Мне кажется, что с ветчиной получается очень нежная начинка. И режем ее мелкими кубиками. Ветчину вместе с чесноком перекладываем в глубокое блюдо и добавляем моцареллу. У меня была моцарелла мини. Теперь все это дело очень хорошо перемешиваем. Если вам кажется, что в начинке не хватает соли, то это все дело можно, конечно, посолить. Я соль дополнительно не добавляла. Теперь берем форму для запекания. Смазываем ее небольшим количеством масла. Я воспользовалась силиконовой кисточкой. Мне кажется, так намного удобнее. Начинаем фаршировать наши грибочки и выкладываем их в форму. Кстати, мне кажется, что для блюд в духовке идеально подходит именно моцарелла. Потому что твердый сыр при остывании твердеет. Такой шапочкой его потом уже невозможно разогреть. А моцарелла остается мягкой и нежной. Ставим шампиньон в духовку при 180 градусах и готовим 25 минут. Друзья, всех еще раз поздравляю с наступающими праздниками. Желаю вам приятного аппетита, хороших выходных и надеюсь, что мои рецепты вам понравились.